Здравствуйте, я Малахов Игорь Михайлович, выпускник 2-го мединститута. В свое время работал я в 1-й городской больнице имени Николая Ивановича Пирогова, а впоследствии в амбулаторной медицине, это Московская семейная клиника, частные клиники под руководством профессора Гамидова. Также я являюсь сотрудником Агулов-центра. Сегодня тема нашего разбора будет женское бесплодие. Это отсутствие беременности у женщины в течение года при регулярной половой жизни без предохранения. Виды бесплодия подразделяются на такие общие подразделы, как, например, абсолютное бесплодие и относительное. Но абсолютное бесплодие тогда, когда, например, у женщины по тем или иным причинам отсутствуют яичники, матка, оперативные вмешательства были какие-либо. А у мужчины, соответственно, то же самое. Оперативное удаление яичек, либо абсолютное их недоразвитие. Это будет являться абсолютными причинами. А относительное бесплодие – это тогда, когда у мужчины и женщины в браке отсутствуют беременности, но в случае создания ими новых семей у них будет все в порядке. То есть тут играют роль различного вида несовместимости, как правило, иммунологического характера. Частные виды бесплодия, но они кругом как бы фигурируют. Я бы хотел о них поговорить отдельно, не в рамках этого выступления, а отдельно сделать. Они, как правило, делятся следующим образом. Это эндокринологические формы, связанные с нарушением овуляции и созревания фолликула. Это там целая сложная система. Далее – это трубный фактор, это шеечный фактор. И различные заболевания женской половой сферы. Энтометриоз, миома при определенных условиях, конечно. Чтобы нам начать разговор, надо немножечко определиться с терминологией. Потому что тематика сложная, многоуровневая. И требует понимания некоторых терминов. Потому что кто будет смотреть данный ролик, либо это будут пациенты, либо это сторонники, допустим, альтернативной медицины, либо это врачи или люди, опять-таки, занимающиеся частной практикой в плане оздоровления. То есть, разный контингент будет смотреть этот материал. Поэтому я позволю себе там немножечко определиться с терминологией. Иногда могут быть путаницы. То есть, сейчас хотел бы поговорить о менструальном цикле и о менструации. Просто некоторые могут даже путать эти понятия. Менструальный цикл – это такая сложная система, происходящая в организме женщины. Снаружи она видна только в виде месячных, а внутри – это каждодневная перестройка на разных уровнях. На уровнях всех систем гипофиз, яичники, матка. Каждый день происходят свои изменения. Сейчас мы как бы поговорим об этом. А менструации – это просто кровотечение. Они продолжаются порядка 4-5-6-7 дней. У каждой женщины по-разному. Вернемся к понятию менструальный цикл. Что это такое? То есть, как он вообще отсчитывается? То есть, менструальный цикл, он отсчитывается от первого дня, от первого дня менструации. То есть, первый день менструации и есть тот самый первый день менструального цикла. Длится он по учебнику в таких общепринятых нормах 28 дней. Это совершенно такой общепринятый стандарт. Но бывает, что у женщин он укорачивается или удлиняется. Это как бы очень важно знать для того, чтобы понимать время наступления овуляции. И рассматривая цикл такой стандартный, 28 дней, давайте… То есть, ради чего все это мы сейчас говорим? В основном ради того, чтобы понимать, когда наступила овуляция. Вот это самый важный момент во всей этой истории. То есть, есть такая простая методика. Она заключается в следующем. Что количество дней в цикле, допустим, берем норматив стандартный, 28 дней. Мы отнимаем 14 и получаем число 14. То есть, на 14-й день происходит овуляция. Но это все, буквально все знают. Это как бы такая общепонятная информация. Непонятки возникают при других ситуациях. Тогда, когда цикл не 28 дней. Допустим, возьмем длинный цикл. Длинный цикл – это свыше 30 дней. Он может продолжаться 34, 35, 36, даже 38 дней. Опять-таки, применяем ту же самую методику. То есть, мы от 36 дней отнимаем 14. Получается, что овуляция наступает на 22-й день. Стандартный – это просто дни тут изображены. Красненьким – это дни менструальных кровотечений. Наверху изображен самый стандартный вариант. 28 дней по учебнику общепринятый. Желтеньким я выделил 14 дней. Она называется лютеиновая фаза. Лютеиновая фаза является таким золотым стандартом. То есть, она по определенным данным константа. 14 дней. Вот это нам большая помощь. Я об этом говорю, потому что это привносит легкое понимание, когда же наступает овуляция. То есть, в самом стандартном случае, видно, что середина цикла – это легко и понятно. 14. Теперь рассматриваем серединочки рисунка. Тут изображен короткий цикл. То есть, цикл у женщины длится, допустим, всего 22 дня. Это встречается редко, но, тем не менее, понимать это надо. Мы отнимаем 14 и получаем, что овуляция у нее на 8 день. А что такое на 8 день? Ну, это очень все быстро, нелогично. То есть, у нее только что прошли месячные. И буквально через несколько дней наступает овуляция. То есть, вот в такие сжатые, короткие сроки, с точки зрения логики, это вообще непонятно, что матка не должна успеть подготовиться, нарасти эндометрии. Но, тем не менее, это факт. И на нижнем рисунке все то же самое. Допустим, 36 дней. Длина общая цикла. Отнимаем 14. Получаем 22 день. То есть, сильно овуляция сдвинута вправо. То есть, короткий цикл, овуляция сдвинута влево, ближе к месячному. Длинный цикл, овуляция сдвинута вправо, дальше от месячных и дальше от общей принятой цифры 14. 14 дней. То есть, после овуляции, после овуляции, это лютеиновая фаза. До овуляции, это рост и созревание фолликула. Это фолликулярная фаза. И поэтому, посмотрите, тут ровненько. У большинства женщин она ровненько. Левая половина равна правой. Здесь у нас рост фолликула маленькое место занимает. Лютыиновая фаза стандартная. Здесь рост фолликула занимает большое пространство временное. И лютеиновая фаза, она фида стандартная 14 дней. Хотелось бы разобрать такие случаи, когда беременность, допустим, не наступает, но бесплодия как такового нет. Вот, ну, как бы я не зря там чертил эти графики. То есть, вот была у нас в нашей практике такая женщина, которая ходила 3 или 4 года к одному и тому же доктору, гинекологу в поликлинику. И твердо считала себя бесплодной. А потом, через некоторое время, она решила сменить врача. Пошла в специальную структуру, занимающуюся репродуктологией, доктору-репродуктологу. Та ей предложила, ну, такую методику. Она, конечно, сейчас не очень фигурирует. Но в более ранние времена она имела такое распространение. Да, это измерение базальной температуры. Вот, и все это было, опять, все ради того же. Да, определить, когда же наступает эта овуляция долгожданная. Так получилось, что у этой женщины, про которую я сейчас рассказываю, у нее был длинный цикл. Вот, и овуляция была сдвинута, соответственно, вправо. Но доктор-гинеколог, который вел ее, он счел все эти события, как недостаточность лютеиновой фазы. Выписал прогастероны, и они были назначены доктором таким образом, что пациентка принимала их раньше, чем происходила овуляция. Вот, а это блокирует, по сути дела. Прогастерон, правда, зависит от доз, смотря какая доза. Ну, видимо, у нее доза была существенная, и она блокировала происходящую овуляцию. Когда же они разобрались, именно вот в этом моменте, когда происходит овуляция, да, все стало на свои места, и женщина достаточно быстро забеременела без какого-то либо там такого существенного лечения. То есть, это вот так называемый календарный метод и понимание, когда овуляция происходит, сколько дней живут половые клеточки. И надо вот это вот в каждом конкретном случае четко знать, да. То есть, нам надо определить какие-то вот определенные такие стандартные позиции. Первое, когда наступила овуляция. Про это я уже сказал, то есть, берем количество дней в цикле женщины, отнимаем 14, получаем ту дату в цикле, когда происходит овуляция. Конечно, это надо бы подтвердить и другими методами, это я просто очень так упрощенно говорю. Вот, и ультразвуковое исследование должно это подтвердить. Можно использовать тесты мочи, ну, желательно использовать все, чтобы точность повышалась. Значит, определили день происходящей овуляции разными способами. Далее надо понимать, сколько живут половые клеточки, да. То есть, считается, что женская половая клеточка живет до двух суток. Мужская же половая клеточка, сперметозоид, она, попавшая в половые пути женщины, может жить 4, 5, 6 суток. И вот, исходя из вот этих вот трех заданных позиций, мы вычисляем, когда наступает то благоприятное время для зачатия. Вот, оно обычно где-то, если цикл стандартный, допустим, вот 28 дней стандартный цикл, 14 день овуляции по общепринятому, то где-то с десятого дня цикла, в течение шести дней, будет вот это самое фертильное окно. Я опять возвращаюсь к этим вот трем вариантам. Нормальный цикл по длительности, короткий цикл по длительности и длинный цикл по длительности. Вот, соответственно, вот эта вот фаза возможного зачатия, да, она будет сильно варьировать, условно говоря, у этих разных женщин. И вот это называется условно-календарным методом, да, как бы календарный метод – это такой термин, который связан, наоборот, с предотвращением беременности. Ну, очень мне понравилось одно высказывание, что, чем он не точен, да, что, например, то считается, что после того, как произошла овуляция, и прошло двое суток, все остальное время, следующее за этим, вплоть до последнего дня менструации, это фаза абсолютного бесплодия, да, то есть можно свободно заниматься без предохранения половой жизнью, и женщина не забеременеет. Но было сказано, что при бурной половой жизни возможно такое редкое явление, как наступление овуляции из другого яичника, да, то есть я вот забыл сказать, что у женщины два яичника, да, и в каждый месяц работает то один, то другой попеременно. Ну, бывают и всякие чудеса. Так вот, при вот бурной половой жизни может так редко-редко произойти, что вдруг произошла овуляция из одного яичника, и вроде бы все стихло. И внезапно из второго яичника происходит повторная овуляция из второго яичника, да, с повторным выходом яйцеклетки. То есть этот календарный метод, он как метод предохранения не очень пригоден. Зато вот пригоден, как мы только что разобрали, для определения метода наибольшей вероятности для зачатия. То есть ранее я уже говорил, что, конечно, вот с точки зрения психологии, вот это высчитывание дня овуляции, высчитывание дня наибольшей вероятности наступления беременности, оно немножко психологически такое напряженное для мужского ума, да, потому что женщина часто говорит, вот овуляция надо и так далее. И было уже мною сказано ранее, что, конечно, обычная там близость там регулярная, это считается не меньше двух раз в неделю, вот. Она будет лучшим таким гарантом, что вы не пропустите время зачатия. Но, как бы вот это стремление к частой близости, оно вот характерно только в начале супружеской жизни, да. То есть, например, вот пара первое время, она не планирует беременность, проходит там 3-5 лет, даже может быть больше. Они занимаются там решением материальных вопросов, квартира там, работа и так далее. Проходит определенное время и уже по прошествии этого времени у них нет вот такой потребности в столь регулярных встречах. Вот, или может быть там какие-то командировки. То есть, вот этот момент, что, конечно, было бы идеально, чтобы интимная близость была не реже двух раз в неделю. И тогда не надо никаких графиков чертить и вот эту всю информацию в голову, так сказать, укомплектовывать. Просто вы попадаете автоматически, вы не промахнетесь, если будет часто. Если такой возможности нет, то есть, там какие-то командировки у мужа и какие-то другие моменты, вот как бы то, что я вот указал, так сказать, психологии семейной жизни, что это уже как бы не медовый месяц, да, и это встречи не так чисты, то надо обязательно вот эти знания применять, да, когда овуляция, до 4 дня там до овуляции и день, допустим, после, вот это окно, когда вероятность зачатия наиболее высокая происходит. Еще раз повторюсь, да, то есть, вот это такое состояние, когда беременность не наступает, но бесплодия нет. Вот только что разобрали, что не попадаем, не понимаем в фазу эту овуляции в силу того, что цикл не такой, как по учебнику. Теперь вот если обратиться лицом к мужчинам, да, нету заболевания, но беременности нет, да, это, я об этом тоже уже говорил, это высокие температуры, это внешние для мужчины баня-сауна, которые мужчина посещает с завидной регулярностью, вот, также, если мужчина занят на каких-то лакокрасочных работах, ну, там, кузовной цех или какой-то там, он сотрудник какой-то строительной компании, делает ремонты и там тоже, так сказать, такие испарения ядовитого характера, то тоже по этим причинам может не наступать у него активность, так сказать, качество сперметозоидов. Может быть недостаточным. И частая потеря семени приводит к тому, что семя не взревает, да, то есть вот со стороны мужчины вот эти все факторы, то есть баня-сауна, лакокрасочные всякие работы и частые потери семени. Это не заболевание никакое, да, но беременности нет. То есть это тоже надо помнить. Давайте разберем, как подобные ситуации вот рассматриваются сквозь призму взглядов Александра Тимофеевича Агулова, как он смотрит женщину, допустим, да, которая могла бы обратиться с подобной проблемой. То есть какие ориентиры? Первое, на что он обращает внимание, это на состояние магистральных сосудов, о чем я тоже уже ранее говорил. Это состояние аорты, общих подвздошных артерий, то есть пальпаторно мы исследуем их напряженность, болезненность, избыточную пульсацию, такую более явную, да, превышающую общепринятую нормы. Вот, это состояние области желудка, то есть вот в контексте воззрения Александра Тимофеевича, желудок это такие ворота управленческие для кого? Для яичников. Как бы с точки зрения обыкновенной анатомии, там и физиологии, вроде бы не совсем это понятно, но кроме одного, что артерии, которые идут к яичникам, ведь яичники в эмбриональном периоде закладывались довольно высоко, на уровне почти почек, а потом они спускались в малый таз и тянули за собой те артерии, которых впоследствии будут питать. То есть артерии, питающие яичники, они как раз идут из вот области эпигастрия. И поэтому, конечно, можно объяснить тем, что некое патологическое состояние желудка, его напряжение, там какие-то процессы, связанные с заболеванием желудка, они несколько, допустим, поддавливают эти артерии. Ну, тут, наверное, не только в этом дело, но и в каких-то вопросах иннервации вегетативной тазовой области. И это не подлежит никакому сомнению, потому что для того, чтобы это понять, надо подобрать таких женщин, которые бы находились, прежде всего, в очень стрессорном состоянии. И тогда путем поддавливания области желудка рукой вы услышите, что такая женщина скажет, что у нее сложилось полное впечатление, что тянутся такие стальные струны в область малого таза или даже более прямолинейно. То есть в моей практике я помогал профессиональному гинекологу, то есть там был такой довольно существенный стресс в ее жизни, в личной. Даже пропали менструации, хотя она была репродуктивного возраста. И при надавливании на область желудка она с большим удивлением констатировала тот факт, что чувствует свои собственные яичники, будто бы подвешенные на ниточках. То есть я еще раз подчеркну, что это сказал профессиональный гинеколог. То есть сомнений в том, что область эпигастрия, область желудка конкретно, играет существенную роль в регулировании состояния яичников, совершенно точно. Она не подлежит никакому сомнению. Также в разрезе взглядов Александра Тимофеевича можно было бы отметить, например, напряжение мышц в области малого таза. У всех у нас там наверняка есть такие истории, то есть у меня таких историй очень даже много, что когда бесплодие, вот женщина идет к какому-нибудь мануальному терапевту, специалисту по Юмейху, еще к какому-нибудь подобному доктору и выполняют определенные те манипуляции, которые они делают, каждый по-своему, и беременность наступает. То есть вот... Ну это прямо если спрашивать у своих знакомых, обязательно найдется такой пример. Обязательно. То есть вот у меня был такой пациент, он как-то посетовал, что жена никак не может забеременеть. Я его направил к мануальному терапевту, вот по своим соображениям, а он захватил с собой жену. И после того, как были произведены все эти манипуляции, она вскоре родила двойню. Они уже хотели, так сказать, глубокие исследования гинекологические проводить, проходимость там маточных труб и так далее и тому подобное. Заподозрить это, ну как бы называется это косо-скошенным тазом, да. Заподозрить можно там по-разному. Больше это ортопеды, да, этим интересуются. Вот это, допустим, стачивание каблуков на обуви, да. Значит, верчение юбки вокруг своей оси в процессе, так сказать, ну в течение дня. Вот. Также какие вот могут быть определения. Ну при осмотре женщины, да, вот самое надежное. Просто вот разновеликость ног, так функционально, это такой момент, который надо правильно еще прочитать. А вот ягодичные складки, их стояние на разной высоте, вот это вот такой очень надежный признак. То есть если положить человека на живот, посмотреть под ягодичные складки, если они откровенно находятся на разном уровне, то это такой прям совершенно четкий симптом костоскошного таза. Ну надо всегда не забывать, что причины, они могут и комбинироваться, да. И что если вы увидели там костоскошный таз, это не значит, что у женщины не будет какой-нибудь еще и дополнительной проблемы. Тут вот тоже такой момент. По поводу состояния яичников, да, как Александр Тимофеевич определяет функциональность состояния яичников по длине пальцев. Об этом тоже я уже упомянул, но надо все время повторять. То есть на правая рука, левая рука, соответственно, левый яичник, левая рука, правый яичник, правая рука. Что мы делаем? Мы сравниваем длину безымянного и указательного пальцев. Для мужчины характерна большая длина безымянного пальца. А для женщины характерна большая длина указательного пальца. И мы просто их, так сказать, сравниваем по высоте. И таким образом делаем условный вывод по поводу состояния яичников. Просто это, конечно, для врачей официальной медицины может вызвать такую улыбку или ухмылку. Но когда я об этом узнал, мне просто повезло тем, что первая женщина, которую я решил проверить подобным образом, имела в анамнезе резекцию яичника довольно существенную. И у нее был действительно явно короткий мизинец. Поэтому к этому надо с должным уважением относиться. Это не может быть не абсолютный критерий, но очень простенький. И лишний раз им воспользоваться можно, чтобы составлять свое мнение о состоянии женского здоровья. По поводу работы в клинике Агулова, она направлена на выполнение висцерального массажа. Это та же самая герудотерапия, апитерапия. Какие-то виды специфического массажа, которые выполняют наши гинекологи, наши сотрудники. Конечно, в таком ключе то, что не выполняется официальной медициной. Но я считаю, что женщина в обязательном порядке должна быть обследована, по крайней мере, неинвазивными методами в полном объеме, прежде чем она придет к специалистам альтернативной медицины. Вот мое такое мнение, как врача. На этом эту первую часть мы закончим. Я хочу сказать, что в последующем планирую выпуски по женскому бесплодию, по категориям причинности более развернуто. По эндокринологическим факторам и различным другим. По факторам, связанным с гиперкоагуляцией. Это будут отдельные выпуски. Просто все сразу уложить в одну корзину довольно затруднительно. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Продолжение следует...